Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов отреагировал на вчерашнее заявление все еще действующего мэра города Геннадия Труханова, которое прозвучало во время заседания исполкома горсовета. За месяц до выборов Геннадий Труханов вдруг вспомнил о народе и о совести. Сначала политтехнологи напомнили Геннадию Леонидовичу, что основной его избиратель – это русскоязычное население и прогибы перед Киевом надо бы скрасить какой-то громкой акцией. Так родилась мысль, а не закинуть ли нам в народ идею вернуть проспекту Небесной сотни имя маршала Жукова. Этот пиар-ход, а попросту обман избирателей, специально запустили на последней сессии, когда уже ничего сделать нельзя. То есть и народу нравится, и Киев не отругает. Вопрос о том, почему не делали этого раньше, так и остался без ответа. Теперь же Труханов вспомнил о льготниках, заявив, что построенное за частные средства при поддержке Украинской морской партии Международная академическая школа Одесса должна за свой счет учить 11 тысяч детей-льготников, а город не должен принимать в этом никакого участия, потому что под школу была выделена земля. Это говорит мэр, который, имея более 10 миллиардов бюджета, не может организовать бесплатное обучение не то что в частных, а в обычных государственных школах, где с родителей каждый год собирают то на ремонты школы, то на ремонты классов. Я не буду сейчас подробно рассказывать о тех детях льготных категорий, которых мы взяли в школу за счет перераспределения на них средств от небольшого коммерческого набора. Всего 67 человек в этом году. Мы проведем день открытых дверей в школе, и одесситы сами все увидят. Я даже не буду вспоминать, как нам блокировали строительство и о том, что земля под школу, о которой говорит Труханов, до сих пор не отведена. Объяснять это Труханову не имеет смысла, потому что его цель не защита льготников. Его цель – земля. Он просто не может пережить, что мы построили школу там, где они планировали казино и очередные уродливые высотки. Попросту говоря, действующий мэр не может пережить, что Одесса получила суперсовременную школу с двумя бассейнами, крытым спортивным комплексом и концерт-холлом, которая веками будет служить городу. Так нужен ли нам такой мэр?